Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книга в Ухе и литературного клуба Мракопедии Носферату Ктулху и Ко. Я никогда не верил, да и сейчас не верю в мистику, необъяснимое и прочую крепоту. Однако, не так давно я столкнулся с очень странным и даже пугающим событием и решил поделиться им с вами. История получилась довольно длинной и не особо страшной. Надеюсь, вам понравится. Я работаю юристом в крупной юридической компании, поэтому мне приходится засиживаться в офисе допоздна. Наша компания располагается в бывшем здании то ли завода, то ли какой-то советской фабрики. Вдоль длинных на весь корпус общих коридоров тянутся двери гигантских open space'ов с высоченными потолками и стеклянными крышами. Наша компания занимает почти весь этаж. Кроме нас, в начале коридора располагалось небольшое, но очень хорошее кафе, где можно было пообедать. А в самом конце студия то ли балета, то ли танцев. Поэтому мимо нас постоянно основали туда и обратно симпатичные стройные девушки. Из-за архитектурной особенности здания студия танцев находилась в своем закутке. Нужно было пройти весь коридор, затем повернуть направо. Там была небольшая площадка, заканчивающаяся дверью, собственно, студии. В общем, коридоры были очень высокие окна, каждый из которых можно было открыть и прямо через него выйти на длинный, опоясывающий весь этаж балкончик. Там стояли столики и пепельницы. Там было принято курить, пить кофе или обедать в хорошую погоду. Освещение коридора осуществлялось за счет уличного света днем и ламп в треугольных плафонах после заката. Извините за долгую экспозицию, но я хочу, чтобы вы более или менее точно понимали, как у нас все расположено и могли себе живо представить картину. Сейчас я понимаю, что данная история какое-то время развивалась, не привлекая моего внимания. Я карьерист, и мне приходится делать очень много вещей и проводить массу переговоров с клиентами и собственным руководством, чтобы достигать своих целей. Зарабатывать компанией тонны денег. Мое повышение до партнера маячило у меня перед носом и было вполне реальной перспективой уже в текущем году. Так что на окружающий мир я не отвлекался абсолютно. Это послужило причиной моего расставания с девушкой. Она была высокой, стройной танцовщицей. Есть у меня слабость на танцовщице-балерин. Почему это важно, поймете позже. С ней было не то чтобы очень интересно общаться, но меня и не интересовало, может ли она поддержать разговор о картинах Босха, если вы понимаете о чем я. Первым звоночком того, что вокруг творится какая-то чертовщина, стал обычный пожар в упомянутой студии танцев. Я не знаю обстоятельств, при которых он начался, и мне в общем-то было на них плевать. Я даже упустил сам его факт. Я работал над документами и понял, что произошла какая-то ерунда, когда в кабинете ощутимо потянуло дымом и гарью. К этому моменту пожарные уже потушили ее. В огне погибло несколько девушек. Они просто надышались дымом и задохнулись. Что они там делали? Без понятия. Это все происходило днем. Возможно, у них была репетиция или я не знаю что еще. Мне, правда, был довольно безразличен этот факт. Я просто отметил его и, стоя на улице, звонил клиентам, перенося наши встречи. После ликвидации пожара, часть коридора, где была злополучная студия, закрыли. Руководство бизнес-центра сразу же начало там ремонт. Еще один маловолнующий меня факт, потому что я продолжал упорно работать, игнорируя окружающий мир и общаясь по большому счету со своей секретаршей, общаясь в строго профессиональном ключе, хотя она очень милая девушка и отличный сотрудник, и своим заклятым приятелем, назовем его Алексей. Он рвался к повышению так же упорно, как и я, и мы были конкурентами, улыбающимися друг другу в глаза и строящими кузни за спиной. Спустя несколько недель восстановление после пожара было закончено. Рабочие уехали, но помещение бывшей студии стояло незанятым. Прошлые арендаторы не вернулись, и, очевидно, владельцы помещения теперь искали новых клиентов. Завершение ремонта знаменовалось еще одной странностью. На том участке коридора, где располагалась студия, больше не горела ни одна лампа. Вернее, горела одна, но периодически гасала, чтобы секунд через 30 снова засветиться. Затем ее свет начинал дрожать, и она снова отключалась, примерно на полминуты. Мне, опять-таки, это мигание было безразлично. Я лишь изредка обращал на него внимание в те моменты, когда выходил на балкончик, чтобы покурить или подышать свежим воздухом и привести мысли в порядок. Спустя еще примерно неделю, я поздним вечером сидел в своем кабинете и готовился к важной утренней встрече. Моя секретарша давно ушла, и я был уверен, что в офисе нет никого, кроме охранников ночной смены, когда ко мне зашел мой приятель, конкурент Алексей. Он сказал, что танцевальная студия, похоже, опять работает. И он даже видел там репетирующую, длинноногую красавицу. И прямо сейчас он пойдет туда. И может даже ему сегодня ночью что-то обломится. Я, слушая его в полуха, рассеянно покивал и выпроводил его. У меня было полно работы. Мне было совершенно не до его болтовни. Он еще немного постоял у меня и ушел. На следующий день я приехал в офис поздно. Моя встреча затянулась, но все прошло успешно, и я ехал, витая в облаках. Ваш деленное повышение стало еще на шаг ближе, и я позволил себе помечтать о всех тех приятных вещах, что будут мне доступны, когда я стану партнером. Моя секретарша с порога сообщила мне, что Алексей не пришел на работу. До него нельзя дозвониться. Его не видели дома. В общем, коридор из утра стоит нетронутым его кейс со всеми документами. То есть он, похоже, вышел из офиса и, чуть отойдя от нашей двери, поставил на пол свой дипломат и бесследно исчез. Наверное, мне должно быть стыдно. Но мне опять-таки было абсолютно наплевать. Я подумал только о том, что его исчезновение было бы очень благоприятное для моей карьеры, потому что теперь повысят точно меня. Я, конечно, для вида покивал, повздыхал, но практически сразу напомнил секретарше, что нам пора возвращаться к делам, а Алексея пусть ищут полиции или кто-нибудь еще. В ходе разговора я предложил отправить кого-нибудь в танцевальную студию рядом с нами, потому что, мол, она, судя по всему, снова работает. И вчера Алексей сказал мне, что собирался там с кем-то познакомиться. Моя секретарша ответила, что туда никто не ходил, и она не уверена, работает ли студия. Позже она сказала, что туда ходил один из охранников, но обязательная табличка на двери отсутствует, а само помещение закрыто. Еще через несколько дней ко мне в кабинет пришла полиция. Они спрашивали меня об Алексея, и я успел пожалеть, что сболтнулась секретарша о том, что в тот вечер был чуть ли не последним, кто его видел. Он, само собой, так и не объявился. Его родные писали заявление. Я рассказал полиции все немногое, что знал, все то, что вы могли прочитать выше. Они покивали, составили протокол, дали мне его на подпись и ушли. Позже охранник с центрального поста в лобби рассказал моей секретарше, что, судя по камерам, Алексей из нашего бизнес-центра не выходил, а отремонтированную студию пока что никто не арендовал. Я в очередной раз не придал всему этому особого значения. У меня были свои дела и свои проблемы. Алексей не был мне другом, и хотя я периодически интересовался успешностью его поисков, все это не занимало меня ни в малейшей степени. В тот вечер я в очередной раз задержался в офисе допоздна. Примерно в 23.00 я решил выйти на балкончик, подышать и собраться с мыслями. Я вышел в коридор и увидел, как в закутке студии танцев загорается лампа. Я обомлял. Прямо под ней стояла, пожалуй, самая красивая девушка из всех, что мне доводилось видеть. Высокая, стройная, с длинными ногами и нетипично большой для танцовщиц грудью. В своем жгуче-красном танцевальном костюмчике боди она стояла на пальцах, как это делают балерины, и, судя по всему, что-то репетировала, тихонько мурлыкая какую-то мелодию. Я замер прямо там, в коридоре, и просто стоял и смотрел на эту красоту. Повернувшись в очередной раз, она заметила меня, улыбнулась и помахала рукой, подзывая к себе. Я был настолько очарован, что даже не сообразил помахать в ответ. И тут лампа над ней погасла. Передо мной остался только ее кружащийся силуэт. Рассеянный уличный свет превратил ее в движущуюся тень. Я выдохнул и отправился на балкончик, не сводя с нее глаз. Стоя на балконе и наблюдая за плавными движениями ее фигуры, я отметил, что в окнах студии темно и, очевидно, пусто. Можете считать меня идиотом, но я не придал этому значения и даже не задумался, что делает эта девушка в нашем коридоре поздним вечером, при том, что студия явно закрыта. Она бесконечно репетировала, отрабатывая движения. Я стоял на балконе и любовался ею. Лампа над ней монотонно зажигалась и гасла. Я не знаю, сколько времени прошло. Неожиданно зазвонил мой телефон, и я отвернулся. Моя секретарша позвонила сказать, что график встреч меняется. Я отвлекся на разговор и пошел в офис, уже погруженный в дела, не глядя по сторонам. На следующий вечер я специально задержался на работе. В 23.00 я вышел в коридор и опять увидел ее. Она сразу же заметила меня, ослепительно улыбнулась и помахала мне рукой, прежде чем свет над ней опять погас. «Привет! Как тебя зовут?» Сказал я, обращаясь к ее тени. Она ничего не ответила, продолжая мурлыкать мелодию. Свет снова зажегся. Делая очередной поворот, девушка улыбнулась и снова помахала мне рукой. Я махнул в ответ, подумав, что надо подойти и поздороваться. Свет погас. Тень продолжала двигаться. Лампа зажглась в третий раз. Девушка улыбнулась и помахала мне рукой, приглашая подойти ближе. И тут мне стало как-то не по себе. Я еще раз позвал ее, но в ответ слышал только тихий напев какой-то мелодии. Свет зажегся в четвертый раз. Она улыбнулась и снова все так же молча поманила меня. Списав нарастающую настороженность, на неуверенность в себе, я медленно двинулся в ее направлении и услышал короткий смешок. Не смех молодой кокетливой девушки, а торжествующий смешок. Как будто что-то, о чем ты мечтал, начинает сбываться. В очередной раз свет лампы разогнал полумрак коридора. Девушка опять улыбнулась, маняя меня к себе призывным жестом, но я остановился. Ее улыбка стала неискренней, нетерпеливой, предвкушающей. Так улыбается мошенник, поймавший вас на крючок. Лампа погасла, но ее тень продолжала повторять свои движения раз за разом. А я вдруг понял, что есть что-то неестественное в ее движениях. Лампа загорелась. Тень превратилась в длинноногую красотку в красном. Она подарила мне улыбку, показавшуюся мне зловещей, и знакомым жестом поманила меня к себе. Я похолодел. Все ее движения были идентичны. Как будто пока газ-свет кто-то быстро перематывал пленку назад и снова запускал воспроизведение. Она не репетировала. Она была зацикленной гиф-картинкой, которая ждала, что я подойду к ней. Забыв, как дышать, я наблюдал, как раз за разом опускаются ее руки и поднимается нога. Как на лице появляется улыбка, и как она манит меня к себе абсолютно одинаковыми жестами. А потом понял, что Кейс Алексея нашли практически на самой границе освещенного участка коридора, и темного пятна в центре которого под регулярно гаснущей лампой танцевала девушка. Он ведь сказал мне, что видел репетирующую длинноногую красавицу и пойдет к ней познакомиться. Мне вдруг стало очень страшно. Настолько страшно, что я оцепенел неспособность двинуться с места. Кто-то или что-то сейчас заманивало меня вот этим вот зацикленным видео танцующей девушке. Ее улыбка становилась все более зловещей, а манящие жесты нетерпеливыми. Я сорвался с места и бросился к офисной двери. Из темноты донесся разочарованный полувздох, полустон. Пробежав через весь зал, я закрылся в своем кабинете, трясясь от ужаса, и не высовывался оттуда до рассвета. Когда я отважился выйти, в коридоре никого не было. По сей день я не знаю, что это было. Может быть, сказалось переутомление, и я упустил шанс познакомиться с привлекательной танцовщицей. Может быть, все это мне приснилось. Может быть, я видел призрака. Я не знаю. Но если всю историю я придумал, куда же в таком случае подевался Алексей, которого так и не нашли? Если его похитили, почему не потребовали выкуп? В оставленном кейсе было полно конфиденциальной информации, но документы и дипломаты остались нетронутыми. И почему до сих пор в том месте так и не починили мигающую лампу? Меня в итоге повысили, и я больше не сижу в офисе по вечерам. «Недавно новенький, которого наняли на мое освободившееся место, сказал моей секретарше, что видел, как поздно вечером в коридоре, прямо под мигающей лампой, репетирует какая-то девушка. Вы не знаете, откуда она». А иногда днем, выходя на балкон, я слышу доносящиеся с той стороны тихое мурлыканье. Сап, крепачище. Что ты знаешь об Архангельской тайге? Готов спорить, первым в голову приходят болота, клюква и ломоносов с рыбным обозом. А я тебе расскажу пару оху**льных историй, которые вспомнил на днях, разгребая старые бумаги. У меня довольно юбутая привычка хранить все, от писем до налоговых квитанций. Что-то вроде архива без цели. Благо сейчас на дежурстве дел практически нету, и я могу их оформить относительно удобочитаемо. Перечитывал старые письма от тетки из деревни в Архангельской области, куда я ездил малым бюком и постарше. Собственно говоря, последний раз я там был года три назад. Ездил помогать тетке с переездом, да не случилось. Поэтому пришлось ху** пинать, заниматься мелким хозяйством, починкой разной деревенской техники. А ху** электрих на деревню приехал. И выпивать с местными. Мужики, правда, на деревне остались те, которых на том свете с фонарем ищут. Но взамен на вкусные домашние самогоны они получили благодарного слушателя восхитительных деревенских историй. Особенно выделялся Дед Лучок. Он же Николай Лукич, который, несмотря на основательный запенсионный возраст и привычку побаловаться спиртиком, сохранял живость ума и вполне себе здравую память. Если пересилить первые впечатления, конечно, потому что внешне он был похож на состаревшегося мента из фильма «Груз 200». Колоритный дедуган, короче. Дед Лучок родился в настолько глухой архангельской перди, что там даже не было электричества, сельсовета и церкви. Как обычно, для той местности все эти блага цивилизации были в деревнях поближе к центру сельского поселения, самой крупной деревне округи. Деревни же там и до сих пор располагаются вдоль местных рек, коих в области натурально сотни. Если деревни заглублялись от реки в лес, то они неизменно мельчали. Дороги к ним были все хуже. Народ в них все темнее и неприветливее. Лучок родился в одной из таких лесных деревень, Нижней Вайданьге. Ты не найдешь, кстати, эту деревню, как и сотни подобных ей в документах. Всякие учетчики, переписчики, от обилия местных топонимов и от того, что деревень с одинаковыми названиями могло быть 5-7 в радиусе сотни верст. Поэтому населенные пункты заносились скопом под новым именем. Например, Филимоновское сельское поселение. А местные четко делили внутри поселения свои деревни под их старыми названиями, отчего всякие представители власти ебили повторно. Дед Лучок охотно рассказывал про свою малую родину. Нижняя Вайданьга – деревня старая и стояла всегда у речушки. Но с годами речушка измелела и заболотилась. Остались заготовки леса, промыслы ягод и грибов до добычи торфа. Пару раз в год приезжали подводы, привозили новости, скупали добытое, продавали соль, спички и прочие бытовые необходимости. Ничего экстраординарного. А вот и на мой вопрос про Верхнюю Вайданьгу, ведь, рассуждая логически, должна быть и такая. Лучок рассказал мне историю, которую я и хочу тут пересказать. В Верхнюю Вайданьгу еще при царском режиме сжил мшец. Местный бобыль-дурак пошел в болото за мхом, чтобы мшить избу на зиму, а принес дурной мшец. По рассказам Лучка, это как обычный болотный мох, только синюшный пахнет сеном с покоса. Если его находили понемногу, то собирали, сушили и торговали им с иненцами и комиками. А ежели набредали на поляну дурного мшеца, то обмечали ее за полста шагов и ближе не подходили. Широко он не расползался, и на болотах запросто ориентировались еще по прапрадедовским меткам. А то с таких полян не выйдешь. Насколько я понял из истории Лучка, стоило зверю, скотине или незнающему человеку зайти на мшец, как он выпускал споры или газ, который вызывал паралич. А тут бобыль дурным мшецом замшил избу на зиму. А следующим летом выяснилось, что если распознали деревенские мшец, то не успели эту избу спалить. Или уже не смогли. Или, что мне теперь кажется более вероятным, не захотели. Пришлось за них Нижним Вайданьским, которым обозники о беде рассказали поработать. Потому как нашли они на месте соседней деревни, только поросшие мшецом срубы и тяжелый густой запах сенокоса. Хотя трава только встала. Погоревали мужики, да и сожгли там все, докуда и до чего добрались, обложив бывшую деревню в полторы дюжины дворов, валежником и окопав по кругу бороздой. Остались развалены в кольце пепелище до названия. Власти никогда особо не интересовались делами местных. А что до самих местных, так там это было воспринято как суровая реальность. Что уж. Дорогу в Верхнюю Вайданьгу перекопали. В ту сторону старались они ходить. Скотт с той стороны не пасти. Так бы и шли дела у Нижней Вайданьги по-старому, если бы не один случай уже из нашего, более знакомого и привычного двадцатого века, свидетелем которого был сам Лучок. В первые послевоенные годы привезли обузники по лету трех геологов. Ну или не геологов, но тех, кто занимается исследованием местности на предмет промышленной разработки торфянников. Назову их геологами. Деревенские их приняли, поселили у Луки, батя Лучка. Суть до дела, пошли геологи на следующий день на болото. От проводника отказались, побаивались, видимо. Их понять можно. Местный народ, как рассказывали, с лишним гостеприимством не отличался. Было им только сказано, чтобы не совались в сторону Верхней Вайданьги, если вернуться хотят. Как могли бы объяснили, что с той деревней случилось. Потом, правда, выяснилось, что напрасно. Геологи смекнули, что от них, а стало быть, и от советской власти там спрятать что-то хотят. Собрали они мешки и инструмент и двинулись как раз по направлению к пепелищу. Местные отговаривать не стали. На третий день одного из геологов нашли на окраине деревни. Искали свинью, подрывшую ограду и сбежавшую на опушку, а нашли его. Изодраны ветками, покрытые сизым мхом того самого дурного мшица и ослепший, он на ощупь двое суток выползал через болото. Кликнули мужиков. С ними увязался и лучок. Тогда еще десятилетний пацан. И вот почти через семьдесят лет он рассказывал, как его отец Лука стирался скалеченного геологом шец, кстати, прихваченным из-за деревни керосином. Как бабам велели протопить баню и выгрести угли, чтобы уложить беднягу там. Сами же мужики, снарядившись керосином, кольями и веревками, пошли выручать оставшихся двух исследователей. Добрались до пепелища, тогда уже заросшего за полдня хода. Запах сенокоса почувствовали первым. Потом уже увидели серо-синий ковер в кольце, высохший не по сезону травы. Ни деревьев, ни кустов. Лучок живо описал поляну мшица, гнетуща спокойную и ровную, за исключением двух самшелых то ли кочек, то ли как будто дерево пополам сломалось. Кочка или пень, который повыше, был на вид в полсаженье и еле заметно покачивался. Его-то и вытащили с поляны веревкой. Не ошиблись, это был один из геологов. Они нашли в общем, что от них пытались скрыть. Геолог был еще жив. Сипло хрипел сквозь корку мха, плотно покрывавшую все его тело даже под одеждой. Его оттащили от поляны мшица, попытались очистить лицо. Мелкие корешки мшица пришлось вырывать прямо из размягшей бледной кожи. Когда убрали слой мха со рта, хрип стал немного разборчивее. Геолог пытался сказать что-то. Дед Лучок смог только разобрать слова. Бог в болоте, свет божий там, к Богу допустите. Потом геолог внезапно попытался встать, упал ничком, попытался ползти, но затих еще до того, как мужики вышли из ступора. Его потом сожгли новолеженных, которыми, как и пару веков назад, обложили серый пятак поляны. Уцелевший геолог выжил. Глаза он потерял, да и ногу одну лука собственноручно отнял ему пилой, так как мох попал в сапог и сильно объел там мясо. За геологами через месяц приехал вездеход. Приехавшим объяснили, что произошло, проводили на место беды. А еще через месяц приехали солдаты на грузовиках. Солдаты остались, а грузовики увезли все немногочисленные населения Нижней Вайданги сперва в Плесцы, где теперь находится космодром и город Плесецк. Потом расселили по югу область и велев не распространяться. Так и попал лучок с отцом в деревню к тетке. Устроился сперва в семилетку, потом в лес промхоз, потом на пенсию, гнать самогон и рассказывать истории. Такая б***я Анон. Может и дед и напи***л, но история сама по себе вышла неплохая. Вспомню, что еще напишу. жил-был, как бы его назвать, Сергей Борисович. Дальше он рисуется сам под звуки имени. Это старик похожий на больную птицу или сломанный зонтик. Пижама, вребой коричневый цветочек, красные слезящиеся глаза, большой гроботый нос, как у Гессы, и длинные седые волосы, все желтые от сигаретного дыма. Но он уже не помнил, когда курил последний раз, и кем он был до того, и сколько он уже здесь. Днем он видел окно, белую стену, по которой ползала решетчатая тень рамы, и капельницу. Еще он мог видеть свою руку в пижамном рукаве, желтую и высохшую, все в старческих пятнах. В полдень, когда боль становилась невыносимой, Сергею Борисовичу кололи лекарства. Через какое-то время боль становилась тупой, но ей на смену приходило то, что он мысленно называл горками, чувство обрывающейся тошноты, когда, закрыв глаза, будто летишь вниз, вниз, вниз. А вечером открывали окно и проветривали палату, и Сергей Борисович, открыв глаза, видел, как красное солнце просвечивает капельницу насквозь. Но этим вечером солнца не было, свет кто-то загородил. Сергей Борисович открыл глаза и увидел, что в окне сидит большой Карлсон. Карлсон сидел и смотрел на улицу. Сергей Борисович видел его коническую голову, прямой затылок весь заросший рыжей звериной шерстью и торчащий из грязной брезентовой спины ржавый винт с погнутыми лопастями. Мощными четырехпалыми лапами Карлсон упирался в подоконник. Короткие пальцы с квадратными ногтями были все перемазаны мазутом. От Карлсона пахло кабаном, солярой и сапожной ваксой. Карлсон, сказал Сергей Борисович и сам удивился. Его голос прозвучал как тихий свист. Карлсон, когда я умру? Карлсон, оставаясь неподвижным, медленно повернул голову. Голова у него вращалась, как у совы или куклы, и посмотрел на Сергея Борисовича безо всякого выражения. Глазки у Карлсона были маленькими и мутными, роговица отслаивалась, редкие железные зубы торчали из полу открытого рта. Сказал Карлсон. Из его отвисшей нижней губы потекла слюна. Он повернулся к Сергею Борисовичу всем туловищем и Сергей Борисович увидел, что в животе у Карлсона торчит черное кольцо. Карлсон, просунув в кольцо палец, силой выдернул его вместе с мокрой ржавой цепью. Внутри у Карлсона все заклокотало и забулькало. Винт медленно со скрижетом начал вращаться. И тогда Карлсон, судорожно кашляя, снова рванул кольцо, как чеку гранаты. Из ушей ноздрей Карлсона потекло черное масло, закапало на белый подоконник. Кашель перешел в мерное тарахтение, и Винт заработал вовсю. Карлсон перевалился через подоконник в комнату, на него упало, завис в воздухе. Потом Карлсон подлетел к Сергею Борисовичу, схватил его за волосы, сдернул с кровати, протащил вдоль комнаты, повалив ненужную жестойку с капельницей, и прыгнул за окно в апрель. Сергея Борисовича обдала теплым воздухом и вечерним мотоциклетным дымом. Они все падали и падали вниз, и Сергей Борисович подумал, горка. Они почти касались верхушек деревьев, когда падение замедлилось. Высохший Сергей Борисович был легок как мумия, и Карлсон полетел. Понес его над верхушками больничных тополей, над трубами шинного завода и остывающими цинковыми крышами, все дальше и дальше, медленно набирая высоту. Колеса стучат на стыках, мерно покачиваются вагоны, баюкая пассажиров, а позвякивание ложек в граненых стаканах тихим музыкальным фоном сопровождает все происходящее. За окно мелькают пейзажи России, голые деревья, словно пораженные чудовищной болезнью, убогие домишки, угрюмо глядящие на приносящийся по железной дороге поезд. Свет в коридоре приглушен, смолкли разговоры и большая часть людей уже улеглась и спать. Я отхлебываю чай из стакана и задумчиво барабаню пальцами по клавиатуре ноутбука. Рассказ никак не хочет писаться. Идея вроде бы есть, готовы пара оборотов, просящихся в текст, но первые фразы никак не желают слетать с пальцев. Наваждение какое-то. Я тянусь к куртке, висящей рядом, чтобы достать пачку сигарет, задумав совершить небольшое преступление в тамбуре, когда слышу легкий шепот с полки напротив. Ты чего не спишь, полуночник? Рассказ не пишется, отвечаю я своему приятелю. Курить пойдешь? Дима отвечает, садясь. Чего бы и нет, поспать-то ты все равно не дашь. Будешь метаться по купе до утра, писатель блин. Накинув куртки, мы выходим в тамбур. Перестук колес становится громче, холодный воздух приятно бодрит. Приятно ночью курить в тамбуре, внезапно произносит Дима. Есть в этом что-то... Потустороннее, подсказываю я. Нет, просто что-то в этом есть. Я согласно киваю, выдыхая дым. Дима, он прав. От ночных перекуров в тамбуре веет каким-то особым духом дороги. Выходишь так и сразу чувствуешь себя не просто мчащимся непонятно куда студентом, а опытным матерым искателем приключений в поисках очередного Грааля. Докурили мы в молчании, каждый думая о своем и любуясь видами зимнего леса. Затушив окурки, направились в купе. Мы были уже совсем близко, когда поезд ощутимо дернулся, останавливаясь. Не настолько сильно, чтобы спящие пассажиры послетали с полок, но явно сильнее, чем при торможении на станции. А скрипя тормозами, поезд остановился. Охренительно, блин. Бормочу я. Чего встали-то, интересно? Да мало ли что. Пошли в купе. Бурчит мой приятель и легонько подталкивает меня в спину, подгоняя. По вагону уже слышится недовольное бормотание проснувшихся пассажиров, а из купе высовываются головы со взъерошенными волосами. Вы что, сволочи, наделали, а? Щерится на нас с Димкой какая-то бабка, явно подозревая нас в том, что мы дернули стоп-кран. Я успел только раскрыть рот для ответа, как в коридоре появилась проводница, оглашающая пространство громовым басом. Сохраняйте спокойствие. Возникли технические неполадки. Запритесь, пожалуйста, в купе. Опустите шторы, выключите все осветительные приборы. Поезд скоро отправляется. А шторы-то за каким этим самым опускать? Доносится с другого конца вагона нетрезвый мужской голос. Чтоб ты, чудак, спросил. Мгновенно приходит в ярость проводница. Поезд скоро отправляется. Делайте, пожалуйста, как я прошу. Мужик, похоже, не хочет сдаваться так просто, но окончание перепалки мы уже не слышим. Дверь купе отсекает звуки. Некоторое время мы молча сидим в тишине. Затем Дима произносит. Интересно, что там снаружи происходит? Я пожимаю плечами. Знаешь, у меня дед в подземке работал машинистом, но рассказывал там всякое, так что... Думаю, если мы выглянем в окошко, увидим мужиков в спецовках, которые с матюками бегают вокруг поезда. Димка ухмыляется, и мы синхронно пододвигаемся к окну и чуть убираем штору. Снаружи нет ничего необычного, вполне такой российский пейзаж. Запорошенный снегом лес, черной стеной, встающий в нескольких метрах от поезда, да фонарь горящий где-то в отдалении. Мужики в спецовках, судя по всему... Начинает была мой однокурсник, но замолкает. Что? Переспрашиваю я. На фонарь посмотри. Мне кажется, или он сдвинулся только что? Показалось, наверное? Нет, не показалось. Я тоже вижу, как фонарь, светящий где-то в отдалении, сдвигается немного вправо, совсем чуть-чуть. Димон, прозреваю я. Это не фонарь вдалеке, это тут, за ближайшими деревьями кто-то светит. На некоторое время вновь наступает тишина. Мы напряженно вглядываемся в источник света, оказавшийся куда ближе к нам, чем мы предполагали изначально. О, видел? Громким шепотом произношу я, когда огонек, качнувшись, сдвигается еще немного. Димон не отвечает, только тяжело сопит, очевидно, пытаясь понять, что же мы видим. Я же, повинуясь внезапному порыву, достаю из кармана телефон и включаю на нем фонарик. Затем прислоняю заднюю стенку смартфона к холодному стеклу и провожу ему из стороны в сторону. Через секунду неизвестный источник света повторяет мои движения. О, восклицаю я. Контакт внеземной формы жизни установлен. Мой приятель хмыкает, а я продолжаю играться с неизвестным собеседником. Выписываю на стекле круг, крест, вожу смартфоном из стороны в сторону. С той стороны кто-то послушно повторяет все мои движения. Когда моя фантазия иссякает, я опускаю руку со смартфоном вниз, огонек в лесу чуть помедлив смещается снова. На этот раз в сторону поезда совсем немного, а затем еще немного. И наконец начинает целеустремленно двигаться к нам, покачиваясь из стороны в сторону. Твой новый друг тебя потерял, комментирует происходящее Димка. Я киваю и мне отчего-то становится неуютно. Кого я приманил своей игрой? Бомжа какого-нибудь? Туриста? Источник света приближается и уже становится возможным различить очертания человека. К поезду нетвердой походкой шагает мужчина, высоко над головой держащий старую керосиновую лампу. Стеклянный кожух, защищающий огонек от ветра, причудливо преломляет свет и становится ясно, отчего мы перепутали его с фонарем. Обычно настоящий огонь не дает такого мертвенно-желтого свечения. Мужчина шагает напрямик через сугробы, как обычно говорят в таких случаях, с упорством, достойным лучшего применения. Поздравляю, ты приманил психа, говорит Димон. Я тихонько киваю, не могу не согласиться, вряд ли психически здоровый человек будет ночью гулять по зимнему лесу в тренировочных штанах и футболке, да еще и с керосиновой лампой. В его облике, кроме явно неподходящейся зону одежды, есть что-то отталкивающее, кричаще неправильное. Походка, нелепые движения головы и рук, то, как он держал лампу, все это говорило о том, что этот человек не в порядке. Совсем не в порядке. «Слушай, Дим, тебе не кажется?» Начинаю я говорить, когда мужчина достигает железнодорожной насыпи, но осекаюсь, едва не вскрикнув. Сумасшедший поднимает голову. Его лицо распухло так сильно, что глаза превратились в узкие щелочки, но при этом он улыбается, демонстрируя два ряда крепких белоснежных зубов. Он падает на четвереньки и скрывается из вида. Мы с приятелем смотрим друг на друга, не зная, как реагировать на происходящее. А мгновение спустя с криком отскакиваем от окна. За толстым стеклом внезапно взмывает керосиновая лампа, высоко, словно знамя, поднятое в руке. Затем открытая ладонь другой руки бьется в стекло. Мы видим, что ногти на ней отросли настолько, что напоминают скорее изогнутые когти на птичьей лапе. Обломанные, покрытые чем-то темным. Задерни штору, задерни штору! Громко шепчу я, спиной вжимаясь в стену купе и потихоньку отползая от окна. Смотри, выдавливает из себя Дима, указывая куда-то рукой. Я поднимаю взгляд над керосинкой и вижу, как из леса выходят люди той же походкой, спотыкаясь, падая и поднимаясь снова и снова, медленно ковыляют к нашему окну. Что это? Димка, что происходит? Однокурсник не успевает мне ответить. В купе врывается проводница и с шипением подскочив к окну опускает штору. Послал мне бог идиотов! Свистящим шепотом произносит она в наступившей темноте. Сказала даже шторы задернуть и не светить ничем. Да что происходит-то? Практически синхронно произносим мы с приятелем. Технические сложности бросает тетка и выскакивает из купе. Мы слышим, как она запирает нас снаружи. Что-то тут неправильно. Произношу я и мои слова повисают в тишине. Некоторое время мы сидим молча. Слышатся только редкие шлепки ладоней по стеклу до шуршания ногтей по металлическому корпусу поезда. Из соседних купе до нас долетает обеспокоенное бормотание. Судя по тому, что нам удается расслышать, проводница заперла всех. Приближаться к окну больше нет никакого желания. Я снова пробую завести разговор. Ты как считаешь, что случилось? После паузы Дима отвечает. Понятия не имею. Завтра разберемся, когда едем. Может, из психушки народ свалил. А может, это зомби флешмоб такой. А может, это упыри. Почему бы и нет? Шутка отнюдь не кажется мне смешной, когда я вспоминаю распухшее лицо спешащего к поезду мужчины. Но я не могу сдержать нервный смешок. Затем еще один. Затем вместе со мной начинает смеяться Дима. Мы хохочем до тех пор, пока тишину зимнего леса не разрезает крик. Полный боли и животного ужаса крик человека, которого лишают жизни. Бармотание в соседних купе мгновенно смолкает, зато хлюпанье и шуршание заметно усиливается. Крик словно вдохновил тех, кто пытался проникнуть в поезд снаружи. Это что сейчас было? Спрашиваю я и мой голос дрожит гораздо сильнее, чем мне бы того хотелось. Приятель молчит. Так в молчании проходят минуты. Звуки доносящиеся снаружи начинают нервировать все сильнее. Я несколько раз дергаю дверь в купе, но та вполне предсказуемо не поддается. Да что же это такое, а? Раздается где-то неподалеку. Почему нас тут держат? Почему не едет поезд? Я требую открыть купе. По вагону пробегает волна ропота. Похожие крики начинают раздаваться произнесенные другими голосами. Тихо! Не шуметь! Скоро поедем! Перекрывают все хвопли проводницы, но ее уже никто не слушает. Я сейчас ломаю дверь. Грозно басит кто-то, судя по звуку, примерно через купе от нас. Сломаешь, будешь платить? Не сдается тетка, но и этот железный по ее мнению аргумент не срабатывает. Слышны глухие удары, затем треск и грохот. Где тут старший? Меня жена ждет беременная. Беснуется неизвестный мужик, но проводница не отвечает, видимо заперлась у себя. Я сейчас к машинисту пойду, вы мне сейчас все ответите тут, я вас засужу к такой то матери гниды. Вопли и тяжелые шаги перемещаются по вагону, очевидно мужчина идет по коридору к выходу. Дверь, судя по разочарованному рычанию, оказывается заперта. Открой дверь, мразь, воет муж беременной женщины. Затем все звуки сливаются в дикую какафонию. Снова глухие удары, треск, угроза и проклятие, звуки борьбы, несколько звонких шлепков, с которыми кулаки опускаются на лицо. Я практически вижу, как проводница, размазывая кровь из разбитого носа по щекам и подбородку, причитая плетется открывать дверь вагона. Я даже представлять не хочу, какого размера должен быть человек, способный сломать двери купе без подручных средств. Наверное, я бы тоже не смог такому отказать. Раздается звук открывающейся двери. Затем вопли мужика. Ох, мать! А потом женский виск заглушает все остальные звуки. В купе начинается паника. Люди беснуются. Одни требуют открыть, другие напротив, не открывать. В стены нашего купе несколько раз бьется что-то тяжелое. Мы же с Димой впадаем в ступор. Все происходящее уже настолько далеко ушло от нашего понимания нормы, что мы попросту не знаем что нам делать. Шум в вагоне все усиливается, поэтому мы не сразу понимаем, что часть звуков доносится из коридора. Шаги, шаркающие шаги в полном молчании. А затем дверь нашего купе дергают. Не очень сильно, но явно с намерением открыть. и еще раз. Кто там? Подаю я голос. В ответ раздаются лишь липкие шуршания, да еще запах. Из коридора чутливо начинает пахнуть разлагающейся плотью. Вопли в вагоне усиливаются. Судя по всему неизвестные, заполонившие коридор успели подергать двери во все купе. Я тихонько сползаю с лавки на пол, упорно отказываясь верить в реальность происходящего. Судя по всему, с Димкой происходит примерно то же самое. Мы оба тяжело, со всхлипами дышим. Не знаю, как мой сокурсник, а я весь вымок от пота. Со временем вопли стихают. Находящиеся в коридоре люди тихонько переминаются с ноги на ногу, дергают двери, шлепают по ним ладонями, но становится понятно, к нам у них нет. Уверен, почти все пассажиры в эти мгновения благодарят проводницу за то, что она заперла всех на ключ. Как бы там ни было, мы в безопасности, а значит сможем дождаться помощи. Помощь, конечно же, будет, как же иначе? Но сквозь быстро ставшие привычными звуки шлепков и перетаптываний начинают пробиваться новые. По коридору кто-то идет, шагает тяжело, приволакивая одну ногу, останавливается у нашего купе, долго шарит ключом по двери, а затем глухо произносит, распахнув дверь. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Дело было в 2000 году в райцентре работал я на тот момент программистом, на самом деле не кейщиком сисадмином в местной районной больнице. Естественно, почти в любой районной больнице есть морг, который, в общем-то, к больнице не относится, фактически это другая организация, бюро СМЭ, судебно-медицинская экспертиза, но по факту морг обслуживают больничные специалисты, электрики, сисадмины и прочее. В том морге служила судебным экспертом замечательная добрая женщина, кардинально отличавшаяся характером от больничных Грымс. Я ей чинил компьютеры вне очереди, скидывал музыку, наши вкусы удивительно совпадали, а она поила меня чаем с тортиками и вообще, морг был для меня комнатой психологической разгрузки. Судебедэксперт своим фирменным юмором всегда успокоит и поставит мозг на место, если очередная Маша из бухгалтерии забрызгала ядовитой слюной. Консультации по любым вопросам здоровья судебедэксперты во многом разбираются лучше, чем местечковые гигапевты. За два года работы я стал там своим человеком. Надо сказать, что покойников я особо не боюсь. Неприятна сама атмосфера вокруг смерти, горе живых, слезы, похоронные речи. Это напрягает гораздо больше, чем труп. Труп, он как сломанный механизм, спокойно лежит там, куда положили. Не то, чтобы я совсем не верю в разную мистику, я ее допускаю как вероятность. Вселенная эта большая, неизвестно, что в ней может быть. Это было такое длинное вступление. Теперь сама история. Напросился и на вскрытие. Уж больно было интересно посмотреть на внутренний мир человека лично, а не глазами Николая Дроздова, то есть автора учебника по биологии. Само вскрытие следовало бы описать отдельно, но многое стерлось из памяти, хорошо помню только увеличенную циррозную печень, гастритный желудок и тяжелый, реально тяжелый, запах крови и мяса, от которого респиратор не спасает. Респиратор кстати на вскрытии дело обязательное, а вдруг пациент был болен туберкулезом? Один вдох и много геморроя потом. И да, российские морги это не те няшные сверкающие заведения из секретных материалов и прочей фантастики. Там довольно крипово. Бетонно-керамический секционный стол, холодильник, отдельная комната, куда просто свозят народ на каталках, а не закрывающиеся индивидуальные ящики. Кому места не хватило ждут в коридоре, но это в основном те, кого вот прям сейчас вскрывать будут. В случае зомби-апокалипсиса из российского морга реально выбежит толпа, пока в американском зомби будут долго взламывать ячейки холодильника. Получилось второе вступление. Читатель заждался рифмы Роза. На вскрытии я не проблевался, не отправился в обморок и мне даже никто не подмигнул. Прослушал интересную лекцию, как принято сейчас говорить, с демонстрацией в 5D. К концу рабочего дня, а дело было с утра, я даже как-то подзабыл за делами о таких впечатлениях. Уснул тоже спокойно, не ворочался, монстры в стены не стучали. А даже если пытались, то я б не услышал. Я сова, а на работу надо было к восьми. В обычном состоянии я к восьми только отправляюсь в царство морфея. Сон пришел быстро и без сновидений. Но где-то в районе трех часов я проснулся и да, банальная фраза, но лучше и не скажешь. Сначала почувствовал чужое присутствие. Не агрессию, злобу или страх, а именно присутствие. Потом по комнате пролетел легкий ветерок, коснулся лица, зашуршали бумаги на столе. У меня тогда был постоянный завал около компа, распечатки, наброски планов решения задач, тетрадки с заметками. Я сначала списал это на сквозняк, но тут пришла мысль. Зима же на улице, форточки и окна законопачены до весны. Откуда ветерок? Мне стало немного не по себе. И тут просыпается мой кот, который почему-то в эту ночь лег спать со мной, хотя обычно спал с родителями. Кот начинает мяукать, прыгать на что-то, играть как с бумажным бантиком или рукой, кататься по полу. Причем именно что играть, не шипеть, не вглядываться в угол, где в таких историях обнаруживается тень. Бегал, прыгал, играл, как котенок с чем-то невидимым, а что-то невидимое играло с ним. Мне стало уже совсем не по себе. Я перебирал в голове известные мне охранные заклинания и даже вспомнил «Отче наш». При этом другая часть меня оставалась достаточно спокойной. Кот с кем-то играет. Значит этот кто-то не желает зла ни коту ни мне. Не знаю сколько времени все это продолжалось. Думаю не больше пяти и десяти минут. Но мне в конце концов это надоело. Я шепотом, а может и просто мысленно сказал что-то типа «Поигрались и хватит». Иди куда шла. Тебе тут не место. Иначе матом пошлю. Кстати мат по поверьям довольно действенное средство от нечисти. Названия детородных органов считались в древности оберегами. Это потом пошлики христиане все опошлили. И все резко прекратилось. Как рубильник нажали. Но кот если мне склероз не изменяет проводил это нечто до двери и до утра проспал в моей комнате. Последствий не было. Никто не умер. Кот дожил до девятнадцати лет. Ему еще лет тринадцать на тот момент было. Знакомые оккультисты потом сказали, что это я на вскрытии подцепила с собой сущность. То ли еще не отлетевшую душу, то ли ее энергетический след. Вскрывали кстати какую-то сильно пьющую женщину. Но видать она была добрая раз на прощение просто захотела поиграть с котом.